Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня мы, как обычно, расскажем вам о самых заметных событиях культурной жизни нашего города. Кстати, для тех, кто еще не догадался, находимся мы в Театре кукол. И, по-видимому, на большой сцене идет репетиция и, может быть, даже какого-то премьерного спектакля. Возможно. Ну а пока мы ждем премьера от Театра кукол, можно сходить в другой театр. В, скажем, драматическом появился новый спектакль по Набокову. Называется он «Машенька». «Машенька» — уже третья премьера Театра драмы за сезон. Любители классики узнают в нем первый русский роман Набокова. Автора, скажем прямо, не самого популярного в театре. Однако Сергей Виноградов, новый режиссер, несколько лет вынашивал постановку произведения именно этого писателя. По признанию актеров, работа над инсценировкой романа была непростой. Задача усложнилась коротким сроком подготовки — всего три недели. Сергей Виноградов поставил цель — снять с Набокова личину элитарного автора. По мнению Виноградова, писателю воображения представлялось реальнее яви. И только зрителям судить, удалось ли актерам под руководством нового художественного руководителя донести до зрителя основную мысль о могуществе человеческой памяти и фантазии. Глеб Глебович Ганин, да? Ну, имя у вас, батенька, язык вырекнуть можно? Можно. Ой, тетю. Ну, надо же, кажется, застряли. А вы знаете, я ведь не случайно осведомился о вашем имени. Вот по моему мнению всякое имя... Возвольте, я еще раз нашнув ног. А, нажимается, нажимается. Добавишься, напрасно. Основной сюжет пьесы разворачивается в берлинском пансионе, где живут русские эмигранты. Главный герой спектакля Ганин узнает, что к его соседу, господину Алферову, приезжает жена. Ганин узнает в фотографии жены соседа свою первую любовь и принимает решение встретить ее вместо законного супруга. А вот состоится эта встреча или нет, можно узнать на спектакле. Спектакль «Машенька» стал первым театральным экспериментом в сезоне. В целом, приход нового режиссера обещает зрителю много сюрпризов и экспериментов. Насколько по вкусу рязанцам придутся эти обновления, покажет время. Каждый раз, оказываясь здесь, удивляюсь, как человек может своими собственными руками делать такую красоту. Ну, почему здесь удивляться? Ведь рязанская земля богата мастерами, мастерицами, которые действительно делают шедевры. Вот, кстати, с одной из таких мастериц мы совсем недавно познакомились на выставке, которая открылась в библиотеке имени Горького. В библиотеке имени Горького среди книжных стеллажей расположилась маленькая уютная выставка, возвращающая нас к корням нашей истории. Ее автор Елена Алтобасова рукоделием увлеклась еще в детстве. Своё увлечение она не бросила и впоследствии даже получила специальное образование. Но в свое творчество она всегда пыталась привнести элементы, характерные именно для нашей культуры. Именно мне нравилось то, что нести национальную, вот в это творчество национальную, национальные корни, чтобы это все у нас поддерживалось и не умирало. Потому что если сейчас поискать вышивку, если кто-то заинтересуется, попытается, это сейчас у нас не популяризируется. В журналах это найти очень редко, можно и очень мало. В основном это в музеях, где что-то еще там выставляется, можно найти и использовать в своих работах. Мечта Елены создать традиционный рязанский костюм. Но осуществить ее достаточно сложно. Так что начать рукодельница решила с малого, украшений костюму. Именно поэтому и увлеклась бисероплетением. Вот мне хотелось, ну может быть я проанализировала это, потому что были украшения в основном вечернего плана, а в народном таком исполнении не было. И мне стало интересно вот сделать именно так в народном ключе. Сначала я стала копировать те образцы, которые у нас вот в наших музеях представляются. А потом я стала что-то и сама придумать, разрабатывать на основе вот этих музейных образцов. Еще одно увлечение Елены – куклы. Ну куколки – это уж совсем благословство. Это, ну, в основном любят очень говорить про обереги. Но я как-то именно вот это направление не придерживаю. Может быть это там в глубины веков она и конечно несла такую вот смысловую нагрузку. Для меня это… Я играю. Я вот в детстве, между прочим, в куклы не играла. Играю в куклы я сейчас. Вот. Конечно, хочется сделать, чтобы костюм был какой-то губерний, то есть чтобы куколка была привязка к какой-то местности. Но они получаются сами по себе. То есть они очень часто меня не спрашивают, какие они будут, какой губерний. Вот они получаются сами по себе, вот какие получаются, такие получаются. Затейливые орнаменты, традиционно русские цвета и узоры, появление на свет этих работ больше похоже на таинство. Именно поэтому мастерица назвала свою выставку «И рождается чудо». Теперь к этому чуду могут прикоснуться все посетители библиотеки имени Горького. Но не можем мы не рассказать еще об одной выставке, которая открылась в художественном музее. Она состоит из экспонатов из фондов музея и посвящена искусству XIX века. Пожалуй, ни для кого не секрет, что, приходя в музей, мы видим только 10% экспонатов. Остальные 90% хранятся в запасниках и лишь иногда предстают перед посетителями во время тематических выставок. На этот раз в художественном музее открылась экспозиция «Прекрасная, пленяет навсегда». Она составлена из произведений художников второй половины XIX – начала XX веков, так называемого академического и салонного искусства. В основу ее легла коллекция, собранная генералом Крестьяниновым и переданная после его смерти по завещанию в художественный музей. Они несут на себе отпечаток того самого идеала, который некогда был сформирован еще в эпоху античности. И те каноны красоты, те каноны прекрасного, та традиция восприятия прекрасного, которая сложилась именно в античную эпоху, они существовали и, наверное, будут существовать всегда, будут существовать вечно и использоваться художниками вечно. В этих картинах отразилась вечная тяга человека к красивому. Вот почему прослеживается влияние античных мотивов и исторических сюжетов. Свойственная салону абсолютизации красоты выразилась в идеализированном женском портрете Маковского и Штемберга. Особенную ценность представляет один из вариантов гимна пифагорийцев «Восходящему солнцу» Бронникова. Объединенные темы прекрасного картины достали из фондов в преддверии празднования юбилея музея. Основные же торжества ожидаются совсем скоро, и наверняка посетители увидят нечто интересное. Вот уже почти целый месяц посетители театра кукол могут заодно полюбоваться картинами юных воспитанников студии «Калибри». Но ребята между тем не скучают, не сидят на месте, и сегодня мы предлагаем вам познакомиться с их новыми работами. У девятилетней Ани сегодня праздник. Открывается ее первая персональная выставка. Поздравления коллег по цеху, таких же юных мальчиков и девочек, как она, преподавателей студии «Калибри» и, конечно же, родных. Пожалуй, этот день маленькая художница и ее родители запомнят надолго. Волнительно не только для ребенка, но и для нас тоже. Потому что это, ну, правильно сказали, это серьезный шаг, это большая ответственность. Аня пришла в студию, когда ей было 6 лет. Преподаватели вспоминают, она была похожа на звонкий колокольчик, невероятно подвижная, позитивная и светлая. Все грани ее богатого внутреннего мира полностью отразились в картинах, представленных на выставке. Я люблю рисовать всякие цветочки, цветочки, природу. Люблю рисовать людей. На них тени делать, собственную тень. Я очень люблю просто рисовать все. Главная особенность всех работ Ани – их сказочность. Не только невероятные сюжеты и герои ее картин, но и палитра красок, используемая в работе, помогают девочке создавать яркие полотна, излучающие доброту. Цветовая палитра, она настолько характеризует этого автора, там очень много желтого, розового. Если коричневый, то это коричневый можно сравнить с карамелью, с шоколадом. Вот обратите внимание, там нет грязного цвета вообще. Для маленькой девочки работа над каждой картиной – это праздник, особое таинство, в которое она полностью погружается, вкладывая в свои произведения частичку души, своего настроения. Именно поэтому у каждой ее работы свой характер. Бывает злой характер, бывает добрый, бывает веселый. То есть я беру, например, если это графика, я беру несколько карандашей и начинаю рисовать. Если это живопись, то я беру на кисточку несколько цветов и начинаю просто вести по листу бумаги. Руководитель студии отмечает, что персональные выставки их воспитанников случаются не так уж и часто. Ведь для ребенка это серьезный шаг, на который не так-то просто решиться. Это желание самого ребенка должно быть, желание родителей. Потому что дело не в финансовой части, совсем не в этом, а просто это на самом деле шаг смелый, чтобы показать себя во всей своей красе. И не каждый ребенок, я вам честно скажу, это хочет. И пусть работы Ани увидят только те, кто посещает творческую студию «Калибри», это уже не важно. Важно то, что начало творческого пути художника заложено. Мария, что я заметила, насколько разнообразны у нас стали выставочные площадки в городе? Ведь сегодня не только в музеях или театрах, но даже в самых обычных кафе мы можем увидеть работу современных художников, фотографов. Вот как ты к этому относишься? Мне кажется, это замечательная тенденция. Приходишь в обед, выпьет чашечку кофе, и заодно можешь приобщиться к творчеству. Посетители одного из рязанских кафе, наверное, даже и не подозревают, что это хрупкая девушка и есть автор фотографий, которыми они любуются, сидя за чашечкой кофе. Ксении всего лишь 16, но ее работы вполне можно принять за работы профессионала, несмотря на то, что фотографией она увлеклась два года назад. Я бы не сказала, что это было какое-то конкретное событие. Просто в один момент решила, что это могло быть тоже интересным и попробовать себя в неделю. За время занятий фотографии Ксюша определилась с излюбленным объектом изображения. Люди, знакомые и не очень, чаще всего девушки. Ей интересно создавать различные образы, легкие и нежные, яркие и чувственные, загадочные и открытые. Она пытается каждый раз найти что-то новое и необычное. Я фотографирую, как я вижу, определенно не полагаюсь на то, какие есть нас на самом деле, а на то, кем я хочу увидеть их в итоге. Чаще всего фотосессии получаются настолько яркими, что забыть их просто невозможно. Мы ездили зимой, было достаточно холодно, мы выезжали за город. Кошка это у девушки живет, и она была достаточно такая сумасшедшая, немного с характерами. Поэтому она постоянно вырывалась, царяпалась. Девушка, как я ее зовут, достаточно была тоже легко одета, было очень холодно. Пытаясь, как можно быстрее снять. Она царяпалась, вырывалась, бегала, она за ней бежала. Она была в сапогах на платформе, и поэтому по снегу, там глубиной по полколена, она прибиралась за этой кошкой, поэтому снега прибиралась по деревьям, к которым надо было подойти. Мы очень много смеялись. Печальная, честная кошка, достаточно запоминающаяся была. Ксения отмечает, что она человек довольно замкнутый, и ей проще работать с людьми, которых она хорошо знает. Может быть, именно поэтому ее любимая модель. Мама. Мне тоже с ней легко работать, поэтому она из любимых. Юный фотограф пока еще не решила, какую профессию выбрать в будущем. Но Ксения не исключает, что связана она будет с фотографией. Ведь заниматься по жизни тем, что у тебя не только получается, но и приносит удовольствие, настоящее счастье. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Подчеркнуть красоту, сохранить молодость помогут вам мастера маникюра и педикюра, парикмахеры, специалисты массажа и косметологии с медицинским образованием. Салон красоты «Белая зависть». Звоните 46-49-30. Звоните 46-49-30.